Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами обсудим одну из моих статей, подходы к чтению. Статья германефтического моего цикла, у меня 8 циклов, так скажем, произведений, и все они разные. До этого вы в основном ознакомились с моими талантами, так скажем, в критике, и не только в критике, и в злоразстве в относительной степени, и в большую. Но неважно, вы видели и то, и то в основном негатив, который к пониманию не имеет никакого отношения. Но я занимаюсь не только этим, я разрабатываю германефтическую концепцию, и в рамках нее очень важно отметить, что существуют некоторые подходы к чтению. А я выделяю 6 подходов. Это подход догматический, критический, германефтический, скептический, догмокритический и германефтический, скептический. 6 подходов, вроде как бы все может быть понятно, да, даже уже из названия понятно. Сначала отметим, что у нас есть вот эти подходы, и первые догматические, критические, первые два в чистом виде присутствуют крайне редко. То есть абсолютно критический подход к чтению, это редко так встречается, обычно мужа что-то, у детей может быть он есть, да. Ребенок прочитал и абсолютно поверил во все, что написано. Дед Мороз, так Дед Мороз, не знаю. Докинс написал, что бога нет, значит нет. Вот детский подход, догматический. Критический подход, это уже подход, который вытекает из догматического. Поэтому чисто критики быть практически не может. Разве что у тех скептиков, у которых нет убеждения, но которые при этом пытаются критиковать. Но критика все равно вытекает из догм. Чтобы что-то критиковать, у нас должны быть основания. Чтобы были основания, у нас должны быть убеждения. Чтобы у нас были убеждения, мы должны быть догматиками в определенной степени. Да, мы прочитали одну книгу, поверили в ее содержание, на основании этой книги критикуем последующее. И набираем различные содержания в одну систему, и на основании этих содержаний уже критикуем все остальное. Вот такой вот подход. Совместный он называется догмокритический, если кратко. Криминфтический подход это подход понимания. То есть это такой подход, который не основывается на внутренней догме. То есть да, мы не пытаемся сравнить текст с нашей догмой, но мы пытаемся его понять в той системе догму, в которой он, собственно, существовал. Ну, например, мы пытаемся не раскритиковать Достоевского как христианского фанатика. Пытаемся понять его как христианина, как мыслителя в рамках этой позиции. Но не все так поверхностно, на самом деле, как я сейчас озвучил. Скептический подход к чтению это подход, который заставляет нас просто во всем сомневаться. Без исключения во всем. Любое сказанное слово, любая фраза, любое утверждение подвергаются сомнению. Настолько, насколько это возможно. И герметический, скептический подход объединяет оба. И этот подход, на мой взгляд, является наиболее подходящим для чтения. Начнем с самого начала. Догматический подход к чтению. Основной его атрибут вера. Очевидно, вера. Что такое вера? Вера есть убеждение в чем-либо. Убежденность. Любая убежденность это вера. Можете сейчас кидать меня помидорами. Люди не любят такие определения. Это чистое греческое определение. Да, греки считали, что любая вера, это любая убежденная вера. Убежденность одно и то же. Есть разновидности веры. Например, религиозная вера, христианская вера, буддийская вера, вера ученых. Не знаю. Все, что угодно можно под веру сюда поставить. Это нормально. Противоположность вере скептицизма. То есть, сомнения. Есть вера, есть сомнения. Вот такая пара. Потому что в сомнении у нас нет убеждений. Единственное состояние, где у нас нет убеждений. Вот такое различие. Фундаментальное. Я обычно провожу. Ну и оно проводилось ранее. Суть подходов. Прочитанное следует верить и опираться на него. Условия применения подходов. Да, применяется при прочтении священных текстов, учебников, авторитетной классики и некоторых излюбленных произведений. Но тут, опять же, есть тонкости. Чисто догматический подход. Чисто по нему читают очень-очень мало количества людей. Так. Данный подход не может быть универсальным. Подписано, что универсальность. Нет, он не может быть универсальным. Потому что мы сначала прочитали определенное количество догматических книг. Да, допустим, мы прочитали священный текст о Шамбале как-нибудь и поверили во все, во все, во все, во все, 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 все там тезисы, которые существуют. Но эти тезисы будут вступать в противоречие с другими тезисами. Хм. Тезисами других книг в смысле. И те уже другие книги мы не сможем читать универсально. Поэтому зарождается критический подход. Основной атрибут критического подхода это критика. Причем под критикой здесь понимается отрицательное суждение о чем-либо. Подход верующий, вот тот догматический, он постоянно производит положительные суждения о прочитанном. А критический подход постоянно производит отрицательные суждения о прочитанном. Суть подхода прочитанной следует подвергать критике. Но какие условия? Мы не можем подвергать что-то критике, не имея под этим основательной веры. Критика это обратная сторона веры получается. Ну то есть ее отрицательный аспект. Тот, кто обладает верой, тот автоматически критикует другие собственно учения, которые не подходят под его веру. Да, давайте не будем обращать внимание на то, что критика также используется вообще как оценочный разбор. У нас есть определенные оценочные разборы. Мы можем разделить произведения на положительные стороны, отрицательные и так далее, и так далее, и так далее. Но в данном случае мы берем тот аспект слова критика, который отвечает только за отрицательные позиции. Дальше идет герменевтический подход к чтению. Основной атрибут понимания. Пояснение к атрибуту. В понимании есть плюралистическое соответствие, не переходящее в догматическое убеждение. В отличие от веры, понимать можно бесконечное множество противоречащих друг другу убеждений. Заметили, да? То есть мы можем понять с одной стороны Достоевского, с другой стороны мы можем понять Ницше, мы можем понять Штернера, мы можем понять Платона, мы можем понять, не знаю, до кого угодно мы можем понять, и все это не будет в нашей голове как-то противоречить друг другу. Потому что мы поняли одного, поняли друг другу, поняли третьего, и мы не поверили им, во-первых, мы не поверили им, скорее всего, не поверили. Мы содержим их мысли у себя в голове, и мы с ними работаем. Суть подхода. Прочитанность следует понять, но понять так, чтобы это не привело к вере, которая в итоге выродится в критику всего, что с прочитанным не соотносится. Словие применения, да, его можно применять абсолютно к любым текстам. Это преимущество. Данный подход может быть как универсальным, так и выборочным. Мы можем выборочно понимать тексты. Например, вот любит человек русскую литературу. И он будет понимать только русскую литературу, только ее и больше ничего. А все остальное он будет критиковать. Будет догмокритиком, как сверху. Собственно, да, очень важно понимать, что понимание веры это различные термины. Именно по критерию плюрализма. Вот понимание допускает плюрализм. Вера плюрализма не допускает. Вот у нас вот такая вот... Такой дуализм по этому критерию получается. Вред. Отсутствие формирования убеждений. Хорошо вред у каждого, потому что формирование убеждений, оно важно. С некоторых сторон оно очень важно. Мы не можем, например, жить совсем без убеждений. Отсутствие убеждений смертоносно. И оно не поможет образовываться каким-то культурам, не поможет развиваться. Люди, которые веруют, в общем-то верят, они действуют. Тот, кто верит, тот действует. Тот, кто понимает, тот может понимать и понимать, и понимать, и понимать, и не действовать. Но при этом германифтический подход к чтению именно является более плодотворным. Особенно для прощения тех авторов, с которыми вы не согласны. Скептический подход к чтению – это сомнение. Основной атрибут его – сомнение. Сомнение – это состояние, в котором человек воздерживается от принятия того или иного убеждения. И в основании этого состояния при этом не лежит та или иная догма. Эмпирическая, математическая, христианская и так далее. Воздержание и отсуждение спровоцировано той или иной догмой, и я отношу к критике, да. Воздержание и отсуждение – это очень такая интересная концепция, которая, опять же, присуща к рекам. Начнем с того, что когда мы сомневаемся на основании какой-либо догмы, эмпирической, математической и христианской, мы автоматически перестаем быть скептиками. Это не скептизм, это обычное состояние. Во-вторых, заметьте, что сомнение, я указываю, что это именно состояние. Мы не можем всегда и во всем воздерживаться от принятия тех или иных убеждений. Мы не можем воздерживаться от принятия тех или иных действий. Мы не можем всю жизнь воздерживаться от выбора. Выбора между хорошим, плохим, приятным и неприятным, полезным или бесполезным. Мы всегда делаем этот выбор. Поэтому сомнение – это одно из состояний. Одно из состояний. Но многие люди его не достигают в принципе. Причем те люди, которые думают, что его достигли, эмпирики какие-нибудь, математики, христиане, которые считают себя христианскими скептиками, эмпирическими скептиками, научными скептиками – это люди тоже, которые не достигли этого состояния. Вот что я понимаю под сомнением. И приблизительно то, что понимали под сомнением еще древние греки, когда создали школу абсолютного скептицизма. Суть подхода прочитана, но следует сомневаться. Может применяться к любым текстам, этот подход может быть и универсальным, и выборочным. Пользы от него никакой нет, нет никаких недостатков, потому что это скептицизм. Мы сомневаемся во всем и в пользе, и во вреде. Основная разница, читаешь ты или не считаешь, здесь нет. Дальше идем в синтетический подход, видимо. Это догмокритический подход к читерию. Основные атрибуты веры и критика. В данном подходе они совмещаются. Применяется этот текст к подавляющему большинству людей, к подавляющему большинству текстов. Это самый популярный и действенный подход. Когда человек читает тексты, приближенные к его догмам, он использует догматический подход. Когда сталкивается с тем, что противоречит его догмам, то использует критический. Данный подход универсален. Он универсален для ученых, для верующих, для философов. В общем-то, вот этот подход, к которому приходит любой человек. За редчайшим исключением. И поэтому я, собственно, и составил эту статью, чтобы прояснить. Вот у нас, вот естественное, вот естественное чтение. Догмокритический подход. У него есть свои достоинства, действительно. И он, главное, он, естественно, вытекает из нашей жизни. Догмокритический подход для считающих людей, ну, вот само собой разумеющаяся вещь. Потому что в мире нет ни абсолютных догматиков, ни абсолютных критиков, а потому данный подход используется всеми, везде. Но есть подход более, на мой взгляд, совершенный. И требующий больше ресурсов, правда. Так. Этот подход германифтический, скептический. Этот подход включает два атрибута. Допонимание, сомнение, да. Он может быть применен к любым текстам. Данный подход наиболее универсальный, так как его не ограничивают никакие убеждения. В догмокритическом подходе нас ограничивали убеждения. То есть, мы смотрим, например, читаем чей-то текст. Чей-то текст. Мы убеждены, что автор нам врет. Мы убеждены, что автор... Автор дурачок, например. Не знаю, глупый автор, да, передайве. Или мы убеждены в чем-то другом. Мы убеждены, что эстетически вот этот текст ужасен, например. Вот в этом все мы убеждены. И мы не можем читать этот текст. Наши убеждения против. Да, на подходе такого ограничения просто нет. Поэтому он, кстати, очень тяжелый. И тяжелое в освоении. Читать так... Ну, даже я так не читаю. Я хоть его и выделяю. Я хоть его и разрабатываю. Но так читать очень сложно. Нужно достигнуть очень-очень-очень больших достижений, чтобы добраться вот до сюда, до герменевтического подхода и читать все тексты с его помощью. Собственно, сомнения и понимания в данном случае порождают друг друга. Данный подход к чтению является результатом развития скептицизма и герменевтики. Он совмещает в себе пустотность скептицизма и пустоту понимания. В нем совмещается все и ничто. Одновременно понимать, прочитать и сомневаться в нем. Вот моя квинтэссенция чтения, которая радикально отличается от догм критического подхода. В общем-то, вот такая статья. Давайте еще пояснения разные рассмотрим. Почему догматический подход порождает критический? Возможно, у вас возник такой вопрос. Скорее всего, и разник. Как было отмечено выше, критика без догмы практически невозможна. Чтобы что-то критиковать, у человека должна быть некоторое базовое убеждение. На их основании происходит критика. Критика – обратная сторона догматизации. Ну, по-моему, текст довольно-таки здесь очевиден. Здесь что-то обосновывать дополнительно, по-моему, не стоит. Лаконично, понятно. Если хотите найти подтверждение, вы сами легко найдете. Почему германефтический подход порождает скептически или наоборот? Понимание и сомнения определенно не исключают друг друга. Во-первых, да. Первое, что свойственно, это не исключение. Если мы пользуемся догматическим подходом прочтения текста, то мы одновременно отметаем скептический подход и подход к пониманию. Понимание требует от нас плюрализма, а вера всегда монистична. А сомнение требует от нас неверия, в общем-то. По двум критериям, в общем-то, да, совпадения с догматическим подходом нет. Но понимание и сомнения не исключают друг друга. Значит, они могут друг друга дополнять? Когда человек начинает понимать некоторое количество противоречивших друг другу точек зрения, то это может привести к его сомнению. Но также и сомнение может привести к пониманию через очищение. Конечно, подлинное и окончательное понимание сомнительно. Потому я определяю понимание скорее как стремление к пониманию. Ну, в общем, да, понятно. Конечно, они дополняют друг друга, потому что у нас есть, с одной стороны, огромное количество точек зрения, которые все в некоторой степени доказаны. С другой стороны, у нас есть абсолютно чистое состояние сомнения. Когда мы смотрим на это чистое абсолютно состояние сомнения, в котором ничто не истинно, так скажем, и даже более того, может быть что-то истинно, но мы не знаем, да, мы сомневаемся, мы во всем абсолютно сомневаемся. Из этого состояния мы можем осматривать всю бесконечность мнений. С другой стороны, если мы пытаемся понять всю бесконечность мнений, мы углубляемся, мы приводим обоснования для всех этих мнений, мы ищем новые подходы там внутри них, Вот это вот все еще в большей степени укрепляет наши сомнения. Вот так вот это и работает. Это система абсолютного циклического дополнения, понимания и сомнения. Почему невозможно догмо-скептический, скептический-критический, догмо-германифтический и критически понимающий подходы? Все, по-моему, очевидно здесь, почему не способно. Дальше обосновывать здесь это бессмысленно. Догма и скептицизм противоречия абсолютные, скептические, критические тоже противоречия, потому что критика, она на догме завязана. Догма геременфтический невозможен по причине того, что он тоже противоречит, только уже по другому критерию монизм-плюрализм. Критически понимающий подход тоже невозможен, к сожалению. По тем же самым причинам. Потому что критика подразумевает догму, догма монистична, а понимание оно плюралистично. Восьмикратно с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Желаю вам понимания. Читайте тексты внимательно. Старайтесь пользоваться геременфтическим и скептическим подходом. И возможно вы сможете достать из ваших работ, которые вы считаете, куда больше. Куда больше, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok